Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Иван Каланьков. Я являюсь основателем и управляющим партнером компании Проспект. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое банковский кредит, какие бывают разновидности банковского кредита и как пользоваться этим инструментом максимально выгодно для себя. Итак, давайте сначала разберемся с тем, а что же вообще такое банковский кредит и как это работает. Все предельно просто. Мы хотим реализовать какую-то свою финансовую цель. Это может быть квартира, это может быть машина, это может быть что-то другое, какая-то другая материальная вещь. Нам не хватает на нее денег. Для того, чтобы купить эту вещь, мы идем в банк и берем у него деньги. Берем эти деньги в кредит. Банк берет с нас процент за то, что мы используем его деньги для осуществляемой желаемой покупки. Соответственно, первое, о чем мы с вами должны поговорить, это о том, на какие виды разделяется кредит. Существует две основные классификации. Во-первых, кредит бывает целевым и нецелевым. Во-вторых, кредит бывает потребительским и экспресс. Обе эти классификации мы с вами сегодня и разберем. Начнем с целевого и нецелевого кредита. Названия на самом деле говорят сами за себя. Целевой кредит – это та сумма денег, которую мы берем в банке на приобретение какой-то конкретной и понятной для банка вещи. Самым распространенным видом целевого кредитования в России является ипотека, то есть приобретение квартиры на деньги, полученные в результате банковского кредита. Вторым, наиболее распространенным видом целевого кредита является автокредит, когда мы покупаем какую-то вещь, то есть конкретно автомобиль, в банке за его деньги и платим ему за это процент. Процент по целевому кредиту, как правило, не очень большой, и этому есть очень понятное и разумное объяснение. Дело в том, что когда мы берем деньги у банка на приобретение какой-то конкретной и очень понятной для банка вещи, банку гораздо проще принять решение о том, будет он выдавать нам кредит или нет. Дело в том, что в случае, если мы не сможем вдруг заплатить банку деньги по нашему кредиту, не сможем вернуть деньги по нашему кредиту, банк может сделать очень простую вещь, просто взять и забрать нашу покупку к себе обратно, забрать ее себе, продать ее и тем самым компенсировать свои потери денег, которые они понесли в результате нашей недобросовестности. Именно поэтому, как правило, банки предлагают гораздо меньше процент по целевому кредиту по сравнению с нецелевым кредитом. Перейдем, кстати говоря, к нему. Что же это вообще такое? Когда мы берем в банке нецелевый кредит, по сути дела мы не информируем его, зачем нам нужны эти деньги. Мы просто берем их и приобретаем ту вещь, которую хотим, но банк об этом не знает. Почему же здесь процент выше, чем по целевому кредиту? Дело в том, что банк не может быть уверен, что сможет в случае чего компенсировать свои финансовые потери. Он не знает, что конкретно мы покупаем, а самое главное, он не знает, будет ли эта вещь стоить какие-то деньги до того, чтобы в случае чего ее продать и компенсировать свои потери. Именно поэтому за свои большие риски банк хочет получать больше вознаграждения, то есть больше процентов. Итак, давайте подведем итоги нашему сравнению целевого и нецелевого кредита. Во-первых, как мы уже сказали, если сравнивать целевой и нецелевой кредит по объему процентной ставки, то она всегда по целевому кредиту ниже, чем по нецелевому. Иными словами, за целевой кредит мы будем платить меньший процент, чем за нецелевой кредит. И мы уже с вами разобрались почему. Во-вторых, стоит сказать, что для целевого кредита, как это логично, а характерно накопление на какую-то конкретную цель, приобретение какой-то конкретной цели, которая, кроме того, обладает высокой стоимостью и которая в случае чего может быть использована банком как залог, то есть продана и за счет этого компенсированы те потери финансовые, которые они понесли в результате нашей недобросовестности. В случае с нецелевым кредитом такого понятия, как цель, как какая-то материальная вещь, в принципе нет, и банк просто надает нам деньги. И, наконец, третьим разыщим целевого и нецелевого кредита, является то, что процедура оформления целевого кредита, как правило, чуть-чуть более сложна, чем процедура оформления нецелевого. Связано это прежде всего с тем, что при целевом кредитовании вы подписываете не только кредитный договор, но и еще некоторые бумаги, связанные с тем, что если вдруг вы не можете выплатить кредит банку, то, соответственно, ваше имущество идет как залог, то есть продается банком, за счет этого компенсируются его издержки и его финансовые потери. Итак, друзья, мы с вами закончили с первой классификации банковского кредита – целевой и нецелевого кредита. Давайте теперь перейдем к второй классификации – потребительский кредит и экспресс-кредит. В чем же существенное различие между этими двумя типами кредитов? Дело в том, что вот только что говоря о целевом и нецелевом кредитовании, мы с вами по сути говорили о банковском кредите, то есть о потребительском кредите. Этот кредит обычно оформляется достаточно долго, и до его оформления банк требует у нас большое количество самых разных документов. Во-первых, конечно же, это документы, которые подтверждают уровень нашего дохода, подтверждают нашу платежеспособность, тот факт, что мы можем платить по нашим обязательствам и являемся добропорядочными и добросовестными заемщиками. Это могут быть такие документы, как справки с места вашей работы о вашем доходе, Это могут быть такие вещи, как налоговые декорации и еще очень-очень много всего. Например, тот факт, что вы являетесь собственником квартиры, да, привезете кредит на квартиру. То есть, иными словами, очень большой пакет документов, которые обычно банк просит нас предоставить для того, чтобы понять, что мы надежный заемщик. В случае, однако, с экспресс-кредит давания такого нет вообще. Экспресс-кредит может быть выдан вам за 15 минут буквально по одному только паспорту. Сделано это, может быть, очень-очень быстро, в очень краткие сроки, Но, соответственно, у этого есть и большое количество своих минусов. Самый очевидный минус – процент по такому кредиту, как правило, в несколько раз превышает процент по потребительскому кредиту. Организации, которые занимаются экспресс-кредитованием, называются микрофинансовыми организациями. Как правило, они выдают деньги населению под очень-очень-очень небольшой срок, но при этом под очень высокие проценты. Стоит, кроме того, сказать, что суммы, которые обычно выдают микрофинансовые организации, они не очень большие. То есть, максимум несколько десятков тысяч рублей. Но при этом проценты по ним значительно в несколько раз превышают проценты по обычному банковскому кредитованию. Из-за того, что микрофинансовые организации выдают не очень большие суммы денег, в этой сфере частенько встречаются мошенники, которые пытаются украсть ваши деньги, пытаются забрать ваши деньги и пытаются потом давить на вас с тем, чтобы забрать у вас гораздо больше денег, чем вы, собственно говоря, должны им заплатить. Я рекомендую очень внимательно относиться к этому и пользоваться услугами только лицензированных микрофинансовых организаций, лицензированных нашим банком России, Центральным банком Российской Федерации. Таким образом, стоит отметить следующее. Если вдруг вы решили воспользоваться услугами микрофинансовой организации и взять небольшую сумму денег в долг, делайте это с умом и делайте это аккуратно. Выбирайте только лицензированное и добросовестно подсвящика услуги и всегда очень вовремя выполняйте ваши обязательства по возврату капитала. Тогда у вас не будет никаких проблем и переплата будет совсем-совсем маленькой, вы ее, скорее всего, даже не заметите. Однако, если вы просрочите обязательства по микрофинансовым платежам, то это может вылиться в то, что просрочка действительно будет очень большой и вам придется заплатить гораздо больше денег, чем взяли. Пользуйтесь аккуратно и пользуйтесь внимательно, пользуйтесь с умом. Итак, друзья, перейдем к правилам наиболее грамотного и выгодного использования кредита. Первое и самое важное правило при использовании банковского кредита. Всегда очень и очень внимательно читайте договор. Договор обычно представляет себя большой документ с большим количеством страниц и достаточно объемными текстами, которые иногда могут быть написаны мелким шрифтом. От того, насколько качественно и насколько вдумчиво вы прочитаете договор, во многом зависит то, какие условия, собственно говоря, у вас и будут по вашему кредиту. Очень часто некоторые банки включают самое важное условие в договор мелким шрифтом, и именно поэтому вам очень и очень нужно внимательно прочитать весь договор. Если вы вдруг не понимаете сами, что написано, показать это вашим родителям или юристу вашей семьи, и только после этого уже принимать решение о том, будете вы, собственно говоря, брать этот кредит или не будете. Если будете, то на каких условиях. Вторым очень важным правилом является подбор и сравнение различных предложений банков по кредиту. В ходе этого анализа вам нужно изучить очень большое количество условий, очень большое количество факторов. Сравнить банки по критерию той процентной ставки по кредиту, которую он предлагает, объему тех платежей дополнительных, которые предполагает взятие кредита на ваше имя. И многим-многим другим критериям, таким как надежность банка, таким как готовность банка идти навстречу вам в случае небольшой просрочки, такими как какие-то комиссии и штрафы в случае, если вы просрочите ваши выплаты по кредиту. Иными словами, учитывать нужно очень много факторов, и подходить к этому нужно максимально вдумчиво и аккуратно. Это, пожалуй, самое главное правило. Ни в коем случае не берите кредит на сколько, иначе могут возникнуть очень серьезные финансовые проблемы. Сначала тщательно все взвесьте, посчитайте, и только потом принимайте решение о том, что вы будете пользоваться банковским кредитом. Третье правило, которое вам необходимо помнить при работе с банковскими кредитными продуктами. Дело в том, что помимо основных платежей, которые мы делаем в банк, которые включают в себя, во-первых, конечно же, возврат части суммы нашего кредита, во-вторых, проценты, которые мы уплачиваем банку за пользование деньгами, банк также взимает с нас некоторые дополнительные платежи. Это могут быть такие платежи, как комиссия за оформление кредитного договора, комиссия за пользование услугой юриста, комиссия за уменьшение процентной ставки и так далее и тому подобное. Пожалуйста, перед тем, как взять кредит, просите банковских сотрудников раскрывать для вас полную стоимость вашего кредита. По закону они обязаны это сделать. И четвертое, и, пожалуй, одно из самых главных правил грамотного использования кредита. Пожалуйста, очень внимательно следите за графиком платежей по взятым на себя обязательствам. Почему так важно не допускать просрочек и всегда вовремя выплачивать все ваши обязательства по кредиту? Дело в том, что есть такая вещь в России, как кредитная история. В кредитной истории хранятся данные о всех ваших платежах по всем вашим кредитам. И в случае, если вы регулярно допускаете просрочки по вашим обязательствам, вы испортите себе кредитную историю, что означает, что в следующий раз банк либо не даст вам кредит, либо даст его под очень и очень невыгодные процентные условия. Под очень невыгодную и большую процентную ставку. Поэтому, пожалуйста, внимательно следите за вашей кредитной историей и внимательно следите за графиком ваших платежей. Дорогие друзья, я прошу вас помнить, что если вдруг ваши права потребителей финансовых услуг при использовании банковского кредита были нарушены, вы всегда можете обратиться в службу Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг. Это вы можете сделать на их официальном сайте, вашу жалобу рассмотрят, после чего, собственно говоря, проблема будет решаться. На этом наш разговор о банковском кредите подходит к концу. Я искренне надеюсь, что те знания, которые вы сегодня получили, будут полезны вам, и вы будете использовать их для того, чтобы максимально грамотно и осмысленно подходить к вопросу использования банковских кредитных продуктов. И если вы все же решитесь их использовать, брать и использовать их максимально выгодно для себя. Спасибо вам большое за внимание и желаю вам успехов в дальнейшем развитии в этой области.